на все случаи жизни да, так я сегодня хотел обсудить в принципе, как бы две темы поднять это, во-первых демоны и ангелы начнем с более интересного вообще еврейский взгляд, суеверие это или нет правда это или не правда демоны в самой, в Торе в Хумаше, в Пятикнижии и в Пророках, и в Писаниях то есть то, что называется Письменной Торой то есть 24 книги Письменной Торы то есть Пророки Торы, Писания в них в принципе нигде не встречается ни слова о демонах о духах на чертях единственное, буквально в нескольких, считанных, в двух, в самом Пятикнижии, в двух-трех местах упомянуто то, что в переводе звучит как как черти и когда это, то есть их название упоминается то есть не имена, а название как бы сам термин черти когда упоминается оно всегда связано с жертвоприношениями которые были практиковались в те времена в старые времена и два поклонства и то есть в Торе это название два названия есть Саирим и Шаидим Саирим в буквальный перевод Саирим это козлы козлята и Шаидим это то, что собственно черти теперь даже звучит как-то похоже да Саирим черти Саирим это козлята а потом есть второе слово Шаидим то есть то, что потом Шаидим черти в комментаторы все эти места Тнаха здесь то есть большинство 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 комментаторов они все сходятся к тому, что это действительно имеется ввиду то есть в те времена практиковалось и действительно было связано с этим поклонством но была такая одна из видов поклонства была действительно поклонение с чертям почему они называются козлят потому что многие комментируют так говорят что они то есть действительно как последствия нам знакомых с христианского мира что черти выглядят как козлятые с козлиными какими-то ножками. Это действительно написано, что как они, комметаторы этих мест в Торе говорят, что те, кому они видятся, те, кто видят эти черти, они воспринимаются, как выглядят, как бегущие козлы. Но, опять же, это очень буквально в считанных местах в Торе, в трех-четырех местах это упоминается, что нельзя приносить, прекращайте, говорите, прекращайте приносить ваши жертвы этим чертям, хватит мне давать свои детей чертям, и все. С другой стороны, Талмуд. Талмуд полон, 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 полон историй, законов, которые связаны именно с чертями. То есть, со стороны во времена Талмуда это была очень распространена и вера, то есть, это было настолько, что это даже вошло в еврейские законы, много-много-много каких-то маленьких моментов, которые связаны с существованием этого вида чертей, существованием сверхъестественной силы, то есть, разных демонов, чертей. Их название, третье название, которое встречается в Талмуд, употребляет либо слово шейдин, то есть демоны, второе очень часто употребляемое слово, термин в Талмуде, которое называется мазикин. Мазикин в переводе значит «вредители». Почему? Потому что они, на самом деле, они приносят только вред. То есть, все эти черти, все высшие силы, они приносят им только вред. Поэтому, даже в их названии называются «вредители». Теперь, например, то место в Талмуде, которое сейчас в этом трактате мы обсуждаем, приводится очень-очень интересное высказывание, которое посвящено именно как к реальности, чертям к реальности. Первое, говорит один из мудрецов Талмуды, такое высказывание, что если бы наши глаза могли бы видеть, если бы она была возможна, чтобы глаза видеть, то мы бы не могли, их столько, вокруг каждого из нас, они окружают столько, полчища, что человек мог бы сойти с ума. И, говорит, как грядка, которая окружает лунку, кучки земли, которая окружает маленькую лунку. То же самое, также они окружают, также чертик вокруг каждого человека окружаются. Такой степени, что даже приводятся номера, говорят, что с одной, с каждой, с правой стороны тысячи, с левой – десять тысяч, то есть в тысячах, исчисления ведутся в тысячах. То есть так вокруг каждого человека. И это тоже один из мудрецов, уже поздний мудрецов Талмуда, говорит, что то, что… И очень часто бывают какие-то разные, как бы, необычные явления, которые… какие-то маленькие, мелкие неприятности, которые встречаются в жизни человека, например, когда в каких-то больших собраниях вдруг вроде не так много людей, вдруг начинается давка, и кажется, что как будто много людей, хотя их на самом деле численно так много, говорит, это все от них. Говорит, то, что человек, как бы, ходит, не бегает, просто и начинает от него болеть, болеть без причин. Начинает болеть колени, усталость, хотя человек, как бы, не ходит много, говорит, тоже от них. Более, говорит, например, те люди, которые, например, сидят, ученые, те, которые занимаются торой и не занимаются физической работой, их одежда изнашивается, превращается в лохмотье, говорит, тоже от них, потому что все это от их присутствия, то есть всякие мелкие, то есть вредительства, это все от них. Как насчитываете, что торопевается или теряется? Такого же, такого же, что это все может быть от них. И, говорит, тот, кто хочет их распознать, говорит, пусть возьмет просеянную золу, рассыпет ее вокруг своей кровати, а утром он видит следы, похожие на следы куриных лапок. А тот, кто хочет их разглядеть, тоже советому, говорит, кто хочет действительно увидеть, что есть тоже совет на это, потому что мы не можем их видеть, потому что так, чтобы нам легче жить было, но тот, кто действительно хочет по каким-то причинам увидеть, Есть совет, если взять послед, я не знаю, как это на английском, на русском, я не знаю это слово, послед. Мне кажется, на иврите, это как плацента, если взять плаценту черной кошки, которая родилась от другой черной кошки, и сожжет плацента на огне, из третьего в порошок, и если он посыпет себе на глаза, он сможет их увидеть, но остаток, чтобы ему подчеркнуть, чтобы они не имели проблемы, он запечатывает в железную трубу, потому что у них есть страх к железу, они боятся железа, поэтому остаток этого пепла запечатает в железную трубку с двух сторон, но тогда он сможет их увидеть. И тоже важно закрыть свой рот, свои места, чтобы они тоже не навредили. То есть есть совет, и Талмуд говорит, что и был такой дед Талмуд, который воспользовался этим советом, и он попал в большие проблемы, то есть как только он их увидел, потом он несет с ума, но они им сразу навредили, и только по причине того, что он был знаком, его были большие мудрецы, которые тоже были врачи, они его вылечили. То есть история, которая говорит, после совета, который Талмуд приводит, результаты, которые кто-то воспользовался, были плачевные, хотя он сам был мудрецом Талмуда. В поздних, в постталмудической литературе приводится очень интересный момент, что все, что связано с чертями, я немножко потом продолжу, вообще это более обширно, но вообще все, что связано с чертями, они, в принципе, они к людям, они вокруг нас, они постоянно вокруг нас, они, может быть, какие-то мелкие-мелкие неприятности, да, устраивают, но серьезного вреда, серьезного урона они причиняют только тому, кто начинает про них интересоваться, начинает про них изучать, то есть когда, как только человек к ним приближается, то есть он себя к ним открывает, тогда действительно начинается, он может себе навредить, тогда они ему вредят те, кто ими интересуется, и более того, что знание вред, более того, это приносит вред даже потомкам, это приводит один из мурецов, который уже был испанский в Испании, 11 века, так он приводит, приводит такое, что это влияет даже, поэтому человек пусть помнит, даже ему на себя наплевать, пусть он задумается о своих детях, о своих внуках, что они могут, тогда он открывает лазью, лазейку тоже своим детям, что эти человеки могут вредить не только ему, но и его потомкам, поэтому пусть он задумает, даже если он на себя все равно наплевает, хотя он подумает о своих детях. Откуда они появились? Сотворение, создание чертей встречается в нескольких местах в Мишне, это еще до Талмуда, написано, что они были сотворены в самом-самом конце творения, по одному из мнений они были сотворены в самые последние минуты мироздания, то есть когда Всевышний, да, шесть дней творил мир, и в самые последние, в несколько минут до субботы, то есть до последнего, до седьмого дня, одна из женщин сотворил, были сотворены разные вещи, которые были как бы сверхъестественные, и одни из них были сотворены девчонки. Теперь, их идея, как бы оно, с одной стороны, зло, не вредительство, но с другой стороны, они в руках Всевышнего, они как бы как кнут для наказания тех, которые, они не вредят всем-всем-всем, например, они вредят, кроме тех, кто ими интересуется, они приносят маленький урон многим людям, но в основном они используются как полиция, то есть наказывать людей, которые, может быть, местный суд слишком, это может быть, у них слишком мало, чтобы их наказать, у них какие-то большие прегрешения, и тем более земной суд не может ничего сделать, то есть для таких как-то мелких, для мелких нарушителей, то есть они созданы, как бы такая полиция мерки, как дружинники, то есть которые занимаются только мелкими нарушителями, то есть они им делают вред. В книгах, то есть и в Талмуде, например, законы, которые связаны с темпером человека, где они находятся, теперь слово шейдин, то есть то же самое распространенное, в принципе, у них термин, оно однокоренное слово со словом шадет, шадет – это пустынное место, то есть они всегда находятся в местах, в принципе, места их обитания – пустынные места, где людей, они вдали от людей, хотя они не суздряют люди, но все равно они находятся в пустынных местах. Один из комментаторов – Рамбан, Нахамонит, который жил, в принципе, испанское еврейство в 13 веке, он пишет чудесную вещь, что где они в пустынных местах, и одно из, например, как Северный или Южный полюс, где места, где вообще, в принципе, людей нет, это одно из мест, где их мужество обитания, где они обитают. Теперь, у них нет тел, они созданы все по еврейской философии, и все, что вокруг считается, что все, что у нас окружается, состоит из четырех элементов. Земля, в принципе, все творения, весь наш мир, все состоит, любая вещь состоит из четырех элементов – огонь, вода, земля и воздух. Но зависит, какой элемент преобладает, например, даже в дереве, скажем, в дереве преобладает элемент земли, поэтому оно как бы твердое, поэтому, когда сжигаешь, все остальные элементы, они могут, они с огнем, они уходят, и остается, это выходит пар, оно горит, потому что оно имеет в себе элемент огня, а в конце остается, воздух уходит, тепло, в конце концов остается только зола, то есть, как бы сама земля, и так далее. То есть, любая вещь состоит из четырех элементов. Тела же, тела этих чертей, они имеют в себе только два элемента, они имеют только огонь и воздух. По этой причине они недоступны осязанию, они недоступны осязанию, они недоступны, поэтому увидеть их можно, потому что они преобладают разные образы, но их невозможно пощупать, как они в себе, они не имеют в себе ни, как бы, тяжелые элементы, ни воду, ни землю, поэтому они могут передвигаться, то есть, немножко, поэтому живут немножко в другой реальности, потому что они не имеют, их тела не имеют двух элементов, твердых, поэтому они, как бы, у них нет, на них действует сила притяжения и так далее. Но боятся железа. Они, да, написано, что, с железом они как-то, у них какая-то проблема с железом. Это было бы 5-й элемент уже. Ну, железо, это одно из четырех, оно стоит, опять же, оно тоже имеет в себе, то есть, это одно из обычных, оно из четырех элементов. Опять же, как и любые твердые дела, оно вне преобладания земли. То есть, так же, как в Талмуде, то есть, есть множество историй, которые связаны как конкретно, как изгонять каких-то разных видов, как их изгонять, какие-то конкретные виды, как этих обезопасиваться. Например, один из запретов Талмуда, то есть, что человек не имеет права заходить, если он сам, заходить в руины, даже каких-то, пока он по дороге, потому что они находятся по трем причинам. Одна из причин, что это пустое место, пустое место, где могут находиться вот эти вот вредители. Например, человек имеет право, на сегодняшний день до сих пор этот закон имеет силу, что, например, нельзя еду хранить под кроватью. Потому что под кроватью, всегда есть какой-то злой дух, или заносить в туалет. Это как бы именно еда, чтобы на нее не спустился злой дух. И в Каббала, там множество, в ней идет обсуждение, и их имена приводятся, это уже как бы в книгах по Каббале, это уже там сверхмер, там уже просто целый раздел про них. Интересно, что там в Каббале приводится, что начало, эти вот черти, они были созданы в самом начале вместе с первым человеком, и мать про мать всех, у нее есть название, то есть часто встречающиеся, Лилит, может быть, это имя известное, распространенное, Лилит. Она была по мнению Каббала, она была более того, она то ли она была первой женой Адама, до пока все еще создавали Еву, то ли она была, то есть это был, как бы, дух это была, или она не была, ну как, то ли она была женой, то ли она не была женой, но, несмотря на рассужение во мнениях, Каббала приводит, что в напряжении 130 лет. После смерти Каина, то есть после того, как Кайн убил своего брата, Эвеля, то тогда Адам, когда они были извинены, уже после того, как они были извинены в Израиле, на 130 лет он не был север, он по каким-то причинам не хотел, он видел, кто от него родился, это Каин, который был первый убийцей, то есть его это немножко привело в шок, и на 130 лет он отказался от своей жены. И Кабала говорит, что все эти 130 лет он был с этой Лилит, то есть она была замена его жене Хави, и тогда родились множество, все до сих пор существующие черти и духи, это все, что тогда родилось от их связи на протяжении 130 лет, то есть это не был своей женой, но был с этой Лилитой. То есть это так, кавал, это тоже приводится, не только кавал, это приводится в Талмуде, потому что такая в Талмуде. Но что, когда описывается история потопа, написано, что Ноге было приказано завести все существующие виды, которые еще не были смешаны, то есть не чистые виды, ему было приказано их занести в ковчег, в арку, и он собирал, и Тор говорит, от всего живого, все, что живое существует, все по парам введи в ковчег. И комментатор Тор говорит, что значит от всего живого, тоже от даже чертей, он привел даже пару чертей, потому что все остальные, то есть все, этот вот потоп, он был как наказание даже для чертей, и тоже все, что тогда родились множество, которое родилось от Адама и его жены Лилит, они были все уничтожены, и только вот пара осталась, пара, который Ног привел в свой ковчег. Потом они, понятное дело, они опять продолжали размножаться, что интересно, что Талмуд говорит в одном из, надо высказать в Талмуде, что черти, они в трех вещах, они похожи на ангелов, а в трех вещах на людей, что они как ангелы, они могут видеть будущее, они как ангелы, они имеют тоже крылья, они летают с места на место, они не имеют тела, но в трех вещах они как люди, они смертные, они могут быть умерщвлены, они размножаются, например, ангелы, они размножаются, нет, у них такая семья, то есть они не могут создавать себе подобных ангелов, ангелы, потом немножко позже обсудим, тоже про ангелов, но ангелы не могут сотворять себе подобных. Черти, в свою очередь, никак в этом они правы не к людям, не могут сотворять себе подобных, поэтому их союзы, браки, они могут потом, опять же, двух чертей произошло опять великое множество после потопа, и на третьей очереди у них есть какая-то пища, что за пища тоже разная, то есть они питаются чем-то ни было, непонятно чем, но они питаются, кровью питаются, поэтому было запрещено, поэтому дно было из илобоклост приносить им в жертву. То, что я говорил еще раз, что у них отсутствует, их тела состоят только из двух элементов из огня и воздуха, то есть они не подвержены чувствуешься за ним, то есть у них есть какой-то прообраз тела, но он не материальный, то есть в материальном плане, то есть у него его нельзя пощупать, потому что это как бы воздух и огонь, которые оба элемента, которые они воздушные, они неотязаемы. Но у них есть, они ограничены, они существуют местные места, то есть они ограничены, не везде. Ну, это не энергия. Это как вид энергии такой, тоже не энергия. Ну, воздух, это когда испаряется, в общем-то. Да, но то есть не энергия, но там у них возродает огонь, то есть они физически, да-да, то есть нет духовной какие-то идеи, то есть да, они физические творения, но что, то есть они не имеют в себе каких-то осязательных, то есть их невозможно пощупать. Для чего они были созданы? Для чего они были созданы? Еще раз, что они были созданы, как главная их идея, это наказывать мелких нарушителей. Не крупно, то есть как бы человек, который совершает мелкие нарушения, за которые нельзя, ни небесный суд не карают, потому что слишком мало, тем более земной суд не может покарать, потому что какие-то мелкие вещи, но все равно, чтобы человек, как мы в тот раз уже говорили, что идея наказания в Торе это для того, чтобы человек, наоборот, дать возможность как бы очиститься, а наказание, чтобы наказать, чтобы ему дать возможность исправиться, поэтому, когда человек начнет какие-то маленькие нарушения, он что-то, да, нарушил, на нем есть, да, какие-то пятнышки, есть какие-то отклонения, но никакой суд не может ничего сменить, То есть, получается, они остаются с недостатками. Так для этого всего же не создают этих людей, которые они несут, они делают вред, но и те, когда страдают, получают какие-то проблемы от этого вреда, этим тем самым искупляются маленькие ошибки и проступки. Среди них существует, каббалай как бы делит на три подвида, и среди них есть действительно то, что называется мудрецы, то есть, совсем не глупые, очень умные, а не более того, есть в одном месте очень долгая история, в другой раз ее обсудим, история, которая произошла с царем Соломоном, что он рассказывает о целях напряжения двух христа Талмуда, как он поймал то, что называется, царя, короля, так называли короля демонов, его имя звали Ашмадай, и как он его выдержал, что он помог, то есть, это отдельная история Талмуда, как он ему помог построить, он очень внес большую лепту в постройку храма. И, то есть, во-первых, у них есть король, как минимум, что в Талмуде ясно из этой истории, и, во-вторых, как там описывается его распорядок дня, он постоянно чем занимался, он изучал Тора, то есть, находился в Ишиве, специально в Ишиве, небесное, в Ишиве, где здесь еще какая-то еще здесь была нижняя, то есть, есть такие виды, так говорит Ковла, один из видов черты, они изучают Тору, эти большие есть очень мудрецы, которые все прекрасно знают, то есть, они так называют, то есть, мудрецы Торы, то есть, такие... Ну, если они созданы Богом, для целей, которые Бог задумал, то по идее все и плохое, нельзя сказать, что они полностью плохие, они приносят человеческую жизнь плохое, но... Сто процентов? Каббала выражается вообще про... Когда у нас отдельная тема, ну, вообще, любое зло, то есть, все, что создано Всевышним, даже зло, оно... Например, злое начало, оно... Каббала приводит интересный пример на это, говорит, это как король, который нанял блудницу, нанял для своего сына, и он ей платит, чтобы она его... Хотел просто испытать, насколько он верен, сколько он морально устойчив, насколько... Где он находит, как бы... Сын Царя должен был быть в моральных планах, должен быть всегда тоже на высоте, и он нанял специально для этого блудница, чтобы она его испытала, и стоит ли он или нет, говорит, и... И этот пример, как создание Всевышним зла, то есть, зло, все, любое злое начало, которое постоянно пытается человек на разные вещи, это, на самом деле, оно нанято уже Всевышним. У человека есть выбор. Человек может себя... То есть, это единственная, на самом деле, уникальность у человека в том, что он может сделать что-то, что Всевышний не хочет. Ибо зло, оно, в принципе, делает... Оно было создано Всевышним, потом оно делает... Оно ведет себя вот так, как Всевышний хочет. Всевышний не хочет, чтобы было это зло для каких-то... для испытаний, для проверки и так далее. То есть, оно само зло, какие-то сами, те же или черти, или какие-то злые духи, или зло начало в человеке, оно не... Оно ведется вот именно, как Всевышний хочет. А вот человек, у него есть право выбора. И он, на самом деле, он... Он может делать... Поэтому это испытание. Да, поэтому это испытание. И... Поэтому, как бы, они хотят... Поэтому эти же черти, хотя они не несут, может, какой-то остальной вред, но они несут, чтобы по кому-то... для какой-то причины. Я помню, по Знанию Всевышнего. Потом есть такие... Довторые, которые изучают ТОРО, потом есть такие, которые как обычные люди, которые, как бы, они... Они хороши, не плохи. Они ничем не отличаются. Как бы, просто у них, может быть, они отличают от людей телом, но они, как бы, они... Они занимают свою жизнь. Может, они тоже делают какие-то свои вещи, которые они должны делать. Но они, как бы, они не отличаются чем-то специальным. Они не какие-то большие мудрецы. А потом есть совсем какие-то мелкие, как в Аллах называют, как животные, которые вообще ничем не знают, они не только производят себе подобных, может еще больше вреда, но ничего в них нет, как животные, то есть никакого у них разума совершенно нет. То есть получается совершенно то, что понятно из этой истории, что приводит в этот характер, который мы избираем, это совершенно параллельный мир, который находится среди нас. Если мы видим мир, то человек не мог бы устоять. Потом есть такие, даже в другом месте, которые разделяют их три вида, три функции, есть, например, те, которые посылают сны человеку, нехорошим, которые обсуждали, есть какой-то час ночи, средняя ночи, когда человек может сняться сны, но не из-за того, что он пока еще нет, а просто какие-то сны ведут в голову, не вещи, а просто какие-то разные глупости, которые часто бывают, какие-то кошмары, которые именно в злых духов, во вторую треть ночи, в средние ночи. И вот есть такие ангелы, это такие черти, которые именно этим занимаются. Потом есть такие, которые, как они, в принципе, это то, что называется злое начало, они бывают человек, у него есть какое-то свое злое начало, а потом как будто, как бывает, человек ведется иногда, как затуманено, какие-то вещи, которые, ну, просто нормальный человек, даже совсем, то, что он человек, совсем каким-то, может, своим дурным началом, так бы все равно, все равно бы не повел, как дурманиной. Это тоже есть такие черти, которые тоже их знания входят в тело человека. Это не есть отдельная тема, это дибук, то, что называется дибук, известная вещь, то, что входит, когда, может быть, другая душа входит в тело человека, который уже есть душа, он такой одержанный, как одержанный. Это немножко отдельная тема. Понятие дибука, это бывают такие души, еще приводится тоже в Талмуде, ну, очень слегка, что души, не какие-то духи, а обычные души, которые по каким-то причинам настолько, они, с одной стороны, они совершили очень много таких плохих дел, за которых в рай точно дорога закрыта, но, с другой стороны, они в жизни сделали какие-то такие хорошие вещи, что в ад тоже нельзя. Блуждающие. Да, и получаются они такие блуждающие души, которые ни туда, ни сюда, им надо, и бывает их, или поставят на исправление, а бывает, они, как бы, ни туда, ни сюда не попали, они, как бы, между. И иногда такое бывает, что они, как бы, они тогда спускаются в тела уже существующих, уже, как бы, обычных людей с душами, получают они, как одержимые духом. Это немножко, в Талмуде в этом не встречается, в поздних, это уже, в... не... история была, как бы, в Израиле в 60-х годах, то есть это бывает, это, как бы, всегда было, как бы, в поверьях, это не связано с чертями. А есть такие, то, что Кава говорит, один из разделов чертей, которые, как бы, они входят в тело человека, но и тогда он, как бы, это не, не, какой-то одержимый духом, а просто у него вдруг появляются, где-то такие, какие-то желания, и он так себя ведет, что сверх, как бы, или, или, или зло, или какие-то глупые поступки, которые нормальный человек бы не делал. Не какой-то необычный, который начинает биться в эпилепсии, обычный человек, но, как бы, его поступки, совершенно, как бы, выходят за пределы разума. То есть это тоже от таких чертей. Потом есть такие, которые, черти, которые... у них есть, как же, они находятся где-то глубоко в земле, и оттуда они, как бы, никогда не выходят, потому что у них какая-то сила, что если бы они там вышли, они могли бы причинить очень много вреда, поэтому они созданы, не знаю, зачем, они созданы, но Всевышний, как бы, их держит, этот глубоко в земле. Так, 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 интересно, как было, говорит, просто сообщение. А? Нормагедов? Нет, нет. Теперь. Да, теперь. Это все большинство, 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 во-первых, Талмуд полон этих историй, и большинство комментаторов, и на Тору, на письме, все отходят, что существует существование чертей. Теперь, один из главных еврейих мудрецов, пост-талмудрический, Маймонит, он совершенно, у него, его взгляд, в принципе, он, он, из основателей философской школы еврейской, он очень большой посетитель Аристотеля, и он совершенно отрицает полное существование чертей, и он во всех, всех своих, даже те законы, которые, то есть, это всегда оставалось вопросом других, мудрецов, отрицал. То есть, все, что приводится в талант, какие-то истории, это, может быть, например, он, как он объяснял, то, что нельзя ложить еду под кровать, по каким-то, совершенно, причинам, логическим, что, может быть, там, заболзет, какая-то букашка, какой-то жук, никто его не видит, поэтому нельзя, нельзя, как бы, держать ее, нельзя видеть, то есть, постоянно видеть, чтобы не оставлять без внимания, по этой причине, нельзя ее ложить под кровать. Как бы, он в всех, в своих законах, он убирает, он ни разу не привел, ни одного места, где связано с шутнями, и он, он нашел практическое применение. любым, всем законам есть практическое объяснение, и, теми, так, как бы, он, он, он совершенно, и он пишет в своих трудах, совершенно, что это не, нет такого, это все, поверь, это глупости, а все, что в Торе написывается, были какие-то же причины, это просто были какие-то, то есть, как и идол, как все остальные идолы, просто разные идолы тех времен, которые населяли, то есть, практика, которая велась народами, куда евреи заходили, то есть, эти канадские народы, то есть, это такая была практика, такие разные башки, нет такого, нет, он, он совершенно отрицает существование чертей, но, то есть, это он, как бы, он уникальный в своем, может быть, еще буквально 2-3 мудреца, но, но большинство, большинство еврейских мудрецов, как бы, мудрецов Торы, они все, все сходят, что есть, да, они существуют, не нужно про них много интересоваться, нужно, как бы, лезть в жизнь, может, как приводит история, что потом случается, то есть, но, как бы, они есть, они есть, они есть, то есть, это, то, что касается, теперь ангелы, ангелы, с другой стороны, Тора, в противоположном, совершенно противоположно, а истории про ангелов, в самом, в Писании, полно, понимаете, теперь, в самое-самое-самое в начале, как описывается, первая-первая встреча с ангелами, сказано, что три ангела, которые были посланы прородцом в раму, когда он сделал обрезание, на третий день его немножко утешить, ангелы, которые потом разрушили, с дом, и Амору, и, которые спасли Лотана, который жил, и так далее, потом встреча Якова, нашего прородца Якова, и борьба его с ангелом, хранителем Исава, и так далее, в Торе полно, 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 полно историй, в самой Писании Торе про ангелов, в видениях пророков, уже следующих пророков, таких как Хескель и Ишая, еврейские пророки, они видели, как бы им была раскрыта колесница, все окружение, видели ангелов, и они их описывают, как разных, то есть оттуда уже начинаются, в них видят какие-то крылатых, многокрыльных, шестикрыльных серафимы, и шесть крыл, двенадцать крыл, и так далее, полчища ангелов, это все, это наоборот, Писание полно, 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 полно истории про ангелов, теперь, в самом слове на иврите, ангел, Малах, Малах, буквально перевод, то, что переводят комментаторы, как в Торе, когда встречается слово Малах, это, кроме того, что это ангел, тоже распространенное объяснение, это посланник, посланник, мессенджер, от, в принципе, поэтому написано, например, что в Торе, когда Моисей, перед тем, когда они зашли в Израиль, он хотел пройти там, через одну из стран, в соседних, и он послал посланников, к цели даже договориться, можно ли пройти, просто пройти, пройти карманом через страну, то есть в Торе, это слово Малахи, но это совсем не ангел, это просто обычный, когда он послал посланников, послов, почему выбрано именно это слово, так, когда поднимаются вопросы, как, какие имена у ангелов, так, так как они, всего лишь посланники, у них нет имен, ангелы не имеют имена, поэтому, когда Яков, про отец Яков, спросил, ангел-хранителя, его брата Исава, как твое имя, и зачем оно тебе не нужно знать, говорит, у меня нет имени, потом, когда то же самое, когда те ангелы, которые пришли к Аврааму, не упоминаются, просто три ангела, нет никаких, что такое Исава, А Исав, это брат Якова, который, Исав, Я понимаю, что имя ангела, оно, это же, сняет миссию, которую ему дана, вот в этой хуме. Вот, это то, что как комментируют, когда, когда отец Яков спросил, ангел, как тебя зовут, он говорит, он говорит, зачем тебе мое имя, но комментатор, один из главных комментаторов, на эту фразу, в Торе, Раше, он ему ответил, говорит, у меня нет имени, потому что, говорит, я послание, то, что меня сейчас послали для этой миссии, вот у меня имя связано с этой миссией, имя отражает миссию. Говорит, но у меня нет постоянно имени, зависит от моей миссии, и поэтому большинство, то есть, все-все ангелы, они как ангелы, у них, если может быть, есть группы ангелов, которые разделяются на их образы, то, что видел в своих видениях два пророка, И.Хэскель, и Иишая, Два пророка, они видели группы, подразделы ангелов, которые называются Серафим русские, потом есть такие Хайот и есть такие, которые называются Офаним как круи, колеса то есть разные виды ангелов, которые зависят от как он их видел, но это подгруппы имен у этих ангелов нет они совершенно не зависят только от когда шлют на какой-то миссии, тогда у них появляется имя как только он эту ангелов миссию выполнил имя у него забирается То есть, поэтому у них имен нет, так как они посланники, то есть, зависят от миссии. Но, но, при всем при этом, есть уникальные ангелы, которые, да, постоянно называются высшие ангелы, то, что в русском, да, то, что в христианстве называют архангелы, то есть, есть высшие ангелы, которые, они создания, они сотворены, как люди. И у них они постоянно, они не меняются, у них, может быть, или постоянная миссия, или они выполняют множество миссий, но у них есть, они отличаются от своих ангелов, что они имеют постоянное имя. Это ангел Михаэль и ангел Гавриэль. Их имена упоминаются в одном из книг Писания, Даниэль, Даниэль, который был, он уже не был пророком, но у него были видения божественные. Он был при императоре Навхадносоре после завоевания Израиля, когда он увел, всех евреев он увел Бавилон. И он был при дворце, он был при дворце Навхадносора, это был одним из главных советников. То, что была с ним история, когда он был кинут в яму со львами и выжил, то есть, было чудо, что все львы только окружили, и только сидели возле его ног. И есть целая книга в Писаниях, не в пророках, а в Писаниях, так называется Даниэль. Так в ней она написана, единственная книга, которая написана на арамейском языке. Все остальные написаны на иврите. А в ней упоминаются ангелы, и Михаэль, и Гавриэль, они упоминаются именами. Потому что он с ним общался, они подлетели к нему, что Гавриэль, привели какие-то миссии. То есть, их имена, все они, большинство, все ангелы, так как они все посланники Всевышнего, поэтому их последний слог, их имя, значит имя Бога. То есть, Михаэль, это значит, в переводе Бог. То есть, Михаэль, это кто, как Всевышний, или Гавриэль, то есть, Всевышний, как герой, как силач. То есть, разные все имена определяют какой-то один из их характеров, то есть, они выражение какой-то силы, они посланники какой-то определенной силы или качества Всевышнего. То есть, но эти два ангела, потом есть еще Рафаэль, да, третий, третий ангел, вот эти три ангела, которые были посланы, они были посланы к Авраму, и один Рафаэль, значит, Всевышний измечающий, он пришел, чтобы излечить Аврама, потом два остальных, они были просто по пути в дом. Михаэль, он выражает собой доброту Всевышнего, он был послан, чтобы спасти, вывезти, лото с семьей, а Гавриэль, он выражает строгость и Всевышнего, силу Всевышнего, и он, собственно, тот, который уничтожил, не пришел уничтожить, уничтожить Содом. В христианской символике вы себя с мячом? Да, да, и потому что это... Кто скопьем? Может быть, я не знаю, но он с мячом, и потому что это тоже, опять же, это, это, это упоминается тоже в еврейском пророке, что он, наверное, был, что он иногда держит мяч в руках. А кто он из смерти? А? А ангел смерти. О, о, сейчас то, что я хотел к этому сейчас подойти, то есть это те, как бы, два вида ангелов, три, которые, как бы, вечны, которые постоянно имеют имя. Теперь есть еще два уникальных, есть часто встречающиеся в Талмуде ангел смерти, это тоже, это отдельная личность, которая тоже, у него, например, имени нет. У него нет имени, он так везде называется ангел смерти. Мало хамало, это ангел смерти. Вся его идея забрать жизнь человека. Как и в одном из мест он как-то описывает его, что как-то, непонятно, как там, множество глаз вокруг него со всех сторон, он выглядит таким, как бы, с мячом. И когда он подходит к человеку, который тот на смертном ложе, как человек умирает, что он его видит, и он от страха, он содрогается, и открывается рот в секунду, как бы, доля секунды. И у него с мяча капает какой-то, или яд, непонятно, что капает человеку в рот, и в эту секунду забирает душу. То есть он, это такая личность, которая, как бы, она создана, то есть ангел, он посланник Всевышнего, но чтобы забирать жизнь людей. В Талмуде, если честно, история, это не в этом трактате, в одном из других трактатов, что были у него несколько, даже есть несколько мест в Талмуде, где какие-то из мельцов Талмуда, они, как бы, даже, они были друзьями, как-то сдружились с этим ангелом смерти. Написывается, что это ангел смерти, он такой же, как мне до этого, я упоминал, именно этот Ашмадай, король демона, король чертей, также ангел смерти, он большой мудрец Тор, он тоже занимается, занимается Тором, свободно от работы время. И он был поэтом в этой причине, он был... Подожди, я должен почитать Тором, подожди, не торопись. Поэтому он был тоже в друзьях со многими мельцами Талмуда, и один из мельцов Талмуда, первых, то есть из первых поколений, то есть они уже не мешли, а имя Талмуда, звали Бью Шуо Бен Леви, сын Леви, и он был, как бы, они часто, как-то описывали, он говорит, Талмуда, пили чай вместе. И как-то раз они не встретились, но он говорит, что может быть, он говорит, расскажи, как ты забираешься. Леви, говорит, показал, вот, видишь, такой нож, я вот подхожу к этой ножке, когда кого-то надо забрать, забираю, говорит, да, можно посмотреть? Тот ему дал. Да, дал ему... А, не, 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 он его спросил, сначала хотел, чтобы Тотому показал его место в раю. Говорит, может, ты мне покажешь место в раю. Тот его подвел, не знаю, где, где-то, в общем, он его привел, не вольтся к пути, он его привел к краю, он забыл за оград, говорит, вот, вот, смотри, там. Говорит, но... Тот ему говорит, тогда, Рабью Шуо, говорит, Англосмер, говорит, но я, говорит, я хочу только посмотреть, я не собираюсь еще умирать. Говорит, не надо меня забирать, просто, просто покажи мне, но, я, с другой стороны, я хочу гарантии, что я с вами живу, можно тогда я твой подержу, твой нож, чтобы ты меня, на всякий случай, не, случайно, не здесь, да, не на месте, так, по привычке. Так что я, я подержу. И он ему дал. И тот, говорит, даже, говорит, он говорит, что он, говорит, можно, я на тебя, я плохо вижу, говорит, я на тебя залезу, посмотрю. И он, тут ему разрешил, и он перепрыгнул за ограду, то есть, в другую сторону рая, и с ножом Англосмерти, и он, и так как он остался там, он говорит, что в тот момент, это было какое-то, я знаю, временно, может быть, в нашем времени, это был какой-то очень долгий срок, и люди не умирали, и людей, те, которые были должны умирать, не умирали, говорит, было как-то, как-то не болит. То есть, смерть прекратилась? Смерть прекратилась на какое-то время. Спока они там были, может быть, там немножко другое время, поток времени, то есть, может быть, там они были, там, час-два, здесь, в нашем, как бы, сотни лет. Не знаю, сотни лет, это было, может быть, сколько-нибудь, какой-то срок времени, месяц, может быть, не знаю, сколько, не приводится. И Всевышний ему сказал вернуть, и говорит, что это, Я сотворил порядок в мире. Смерть, человек... Для многих людей смерть это иногда избавление от мучений. Поэтому пусть смерть лучше вернется. Так как мир еще не идеален. Поэтому для многих смерть как мучение. Пусть ты обязан вернуть назад, верни назад. И он вернул. Он вернул назад. Все вернулось назад. Смерть его забрало быстренько. Из этого ходит. Он не забрал. Он остался живым. Так получается, что он остался. Вопрос в том, что он вернулся оттуда. Он не вернулся. Но он не в своей смерти сам туда пошел. Сам вернулся туда. Вроде бы это очень ясный момент. И последующих комментариев. Понятно, что он там остался. Израиль. Такая личность. Как он мог быть в рае, если он обманул смерть? Он же сделал зло. Что-то интересное. Что-то не сходится чуть-чуть. Он совершил зло. Мудрость. Хитрость. Хитрость. Теперь есть еще третья личность. которая... Как бы как... Вот существует. Или ангел или не ангел. Это пророк Ильяо. Ильяо Ановий. Теперь что? Когда во время... На Пасху. И во время обрезания. Что это за личность? Это пророк Ильяо в книгах пророков. Он был одним из первых пророков. Времена царей. Это когда уже был Израиль. Было разбит на два царства. На Израиль и на Иудею. Он был в Израиле. Там, где было большинство евреев. И он был во времена самых... Одних из самых ужасных царей. Ахава. И... Да. Он был как бы... Его времена. Ахав был один из самых... Убийца. И его... Такого страшства. Один из самых... Кровавых личностей. Иврейских царей. И он... То есть он пророчествовал. В те времена. Он был как бы... Один из самых... Главных. Самых больших пророков. Он был... То есть это сразу поколение... Может быть... Он был учеником... Пророка. Который был во времена первого... Израильского царя Ангела. Который ослуждали. Иравам бен-Невод. Первый. Который... Во времена, когда произошел раскол. Который был сразу после царя Соломона. Который произошел раскол между сыном царя Соломона. Рахавамом. И вот этими Равамом. И Ахия. Был такой... Пророк Ахия Шелони. Который из Шелон. Из города Шелон. Он дал добро на этот раскол. Он так... В тот момент Всевышний... Он думал... Всевышний... Да. Это одобрил. И... Раскол. Все. Вдруг пошло... Когда Тьеравам... Тоже обсуждает. Он стал... Получил такую большую должность. Он... Немножко слеп. Он пошел по плохому пути. И после него... Через... Буквально следующее поколение... Через два поколения... Был... Царь Ахав. Который продолжил... Занимался... Всем чем может. И убивал... И грабил... Воевал... И пополенство... Его жена... Изабелла... Не еврейка... Которая тоже внесла... Свою лепту... В разрушение... Нормального строя... Это все... Все... Включается... В книгах... Царей. Книга царей. Одна из книг пророков. Теперь... Этот пророк Илья был во времена царя Ахава. Он... В чем уникальность? Он... Описывается... В книгах царей... Он вознесся живым на небо. И он превратился из человека... Он превратился в ангела. Это единственный... Единственный... Человек, который стал ангелом. На что... Зор заявляет, что... Это не единственный человек, который стал ангелом. На самом деле он всегда был ангелом. Всегда был ангелом. Просто в какой-то момент он сошел... В человеческое тело. Родился... Он был рожден женщиной. Есть��고 писано, что он родился очень необычным... Он такой уникальной личности. он был... 12 месяцев в тро이-матери. Не понятно. Как физически можно так. Он был 12 месяцев в трои-матери. Моисей был только 7-месячным, он родился при Мечу, а вот Илья, пророк Илья, он родился, он был 12 месяцев родматерин, то есть у него тогда не было, не делались, как называется, не Кесарева, не, как ты сегодня, не Дюст, и сколько он был, сколько он пробыл, 3 месяца, 3 лишние месяца. Ну, так я говорю, в противоположность Моисея, который был относительно недоношенным, 7-месячным, пророк Илья был в противоположность, на 3 месяца позже, чем обычно. То есть он, так говорит Каббала, что он был, он был всегда ангелом, просто потом, в какой-то момент он родился, он был рожден женщиной, и потом опять, когда он закончил свою миссию в этом мире, он вознесся на небо. И пророк и описывается, как сошла колесница вниз, он вознесся, как вихрем вознесся на небо. И потом он, с того момента он превратился в ангела, и он тот ангел, который всегда на Песах мы ждем, он всегда, который посещает все обрезания. И Талмуд полон историей встречи с пророком Илья. С того момента, как он вознесся на небо, он остался всегда одним из главных еврейских адвокатов. Я извиняюсь, это как он вознесся на небо, я прописываю. Описывается, описывается, что он, 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 как огонь, огненная колесница, и он, как вихрем его подняла на небо, вознесся, он живым. То есть он живым, как он был, это единственное, это, на самом деле, не единственное, что интересно, это второй случай вознесения человека на небо. Первый случай был еще в допотопные времена, был, такая личность, его звали Ханох, один из праправнуков Адама. И написано, что он, он вознес тоже, он, его, так как он был слишком хорошим, то Всевышний не хотел, чтобы он, он, он потом превратился в плохого. То есть он, и он, и он, он прожил буквально 300 лет, когда все тогда жили по 700-800. И он, тоже его, сошла конституция, его забрало на небо. Это, и второй случай, что с ним потом непонятно, где написано, что он стомагал, он кем-то, чем-то, чем-то. То есть его Всевышний забрал, живым. Второй случай, это вот пророк Илья. И с того момента, когда он снялся на небо, он превратился в ангела. И он тот, который впоследствии в Талмуде множество историй, где он, где он, такая личность, которая, как многие фольклоры, сказок, которые и Талмуда, и после Талмуда, которые всегда связаны, его приход, не приход, а его появление в этом мире, оно всегда связано, когда бывает уже по-другому невозможно. И он всегда, ну, он приходит облеченный, или как какой-то, как нееврей одет, или какие-то разные личности, которые всегда где-то появляются в очень необходимый момент. Когда очень плохо, он появляется, и как-то что-то делает, честным образом, что все становится назад. И считается, в Кабле, его, одно из главных раскрытий божественности человеку, это считается приход, когда человек удостаивается общение с пророком Илья. То есть, практическая Кабла приводит, как человек должен себя вести. То есть, это очень высокий уровень праведности. И если человек, если он это делает, он может достичь такого уровня, что он может встречаться с пророком Ильяу по традиции, по хасидской традиции. Это был Балшемтов, он постоянно, он постоянно виделся, постоянно общался с ним. Его учитель был учитель пророка Ильяу, учитель Балшемтова. Но он тоже встречался, постоянно встречался с самим пророком Ильяу. То есть, и так далее. Многие праведники, фольклорские места встречались с ним. В Талмуде то же самое. В времена Талмуда приводится множество историй, где как-то где-то он такого мудреца встретил, такой ему сказал, или появился какой-то момент, когда вроде бы были какие-то большие указы, должны были какие-то, или целые города должны были наказаны, где-то как-то появлялся в форме нееврейского министра, и все отменял. То есть, он такой проходит, такой красной линии, как такой ангел-спаситель еврейский. И в Талмуд, когда сравнивает, Талмуд тоже в этом трактате, он сравнивает вот эти вот четырех ангелов, их движения. Он говорит, что все миссии сравнивают Михаэля, ангела Михаэля, ангела Гавриэля, пророка Ильяу и ангела смерти. Говорит, каждый из них свою миссию делает разного количества движений. То есть, что ангел Михаэль, он все делает одним движением, он делает одними движениями достаточно, подлететь, что-то сделать. Ангел Гавриэлю два, Ильяо Пророка Ильяо четыре, а ангел смерти восемь. Рафаэль, он не упоминается, он редко упоминается больше в мистических книгах. В самом, не в Танахе, и в пророках, в Талмуде, он как бы, нет такого акцента на него, как на двух Михаэля и Гавриэля. Михаэль и Гавриэль не всегда, постоянно, в разных историях они появляются в Талмуде, потому что они как бы, они как бы, два представителя, как бы, высших ангелов. Фаэль, он считается такой же, как и те два, но, с другой стороны, он не такой частый в обсуждении. Теперь, так, в обсуждении, кто сколько делает движения из этого, то есть делает выводы, что кто из них более совершенный. Считается, что Михаэль, он самый совершенный. Все достаточно сделать для любой действия, только одно движение. Ниже его Гавриэль, потом Ильяо, который как-то... У него функция вообще, в принципе, добро. И он, как бы, хранитель евреев, как ангел. Ильяо очень похожая функция, но он, как бы, он такой, он полу-ангел-человек. Михаэль, это, как бы, правый рукав Всевышнего, добро Всевышнего, а Гавриэль, наоборот, он более строгость, Всевышнего строгость. Но самое последнее, это Малый Ангел Смерти, который на любую функцию только восемь движений, восемь шагов, восемь движений. Но многие кентаторы и Тулуну говорят, что то, что Талмуд называет, все, что делает восемь движений, это не потому, что оно еще меньше совершенен, чем остальные. Просто именно Ангел Смерти, почему он к человеку всегда медленно подходит, как бы, восемь шагов, семь шагов, для того, чтобы человеку было время раскаяться, что Всевышнего, как из правил в Талмуде, даже когда у тебя на шее острый меч, не отчаивайся, верь, все всегда, все может быть, в последней секунду может поменяться. Поэтому Ангел Смерти, он подходит к человеку медленно, семь шагов, восемь шагов делает для того, чтобы человеку было время раскаяться, чтобы, может быть, он от него уйдет. То есть каждый человек, каждую секунду человек... Поэтому он делает все так-так, многие комментаторы объясняют этот момент Талмуде, не потому, что он еще меньше, еще ниже, еще несовершеннее, чем предыдущие три, Михаил, Гавриил или Пророк Ильяу. Он может быть такой же, как и они. Но почему он все делает медленно? Потому что его функция нести смерть, но смерть, это как чистое наказание, а у человека всегда есть рецепт против любого наказания, это раскаяние. Поэтому он всегда дает second chance. Поэтому он все делает медленно. По этой причине, например, про нас будет сказано, что когда еврейские обычаи, когда при похоронах, делают семь остановок. Вот такой гроб, но уже на самом кладбище, он должен семь раз останавливаться. Мы остановились на время этого, да? Семь раз. Это связано, опять же, чтобы у души было время эти семь остановок, он напоминает вот эти вот семь шагов, что... Хотя уже Ангелс здесь прошел, он пришел уже после его работы, но хотя все равно, что у нее еще, хоть пока не похоронили, еще душа связана очень сильно с телом, есть, еще время раскаются. Но никто не постучался. То есть поэтому исследует, что человек знает про движение смерти, он должен это думать. А как вообще это немножко отвлекается от темы, от того, что очень многие перед смертью видят своих умерших родственников? Если можно, они приходят, потому что близкие родственники, когда уже отец и матерь уже ушли, когда они уже в том мире, или другие близкие родственники, они приходят встречать человека, они те, которые его ведут, они его... это те души, которые ведут его с собой на высший суд.